Быть или не быть? Таким вопросом задается Гамлет. Ну а о новой сцене в Самаре точно быть. Продолжается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия» для молодежного театра «Мастерская». И именно отсюда, а здесь будет сцена, они будут показывать свои постановки зрительному залу. Ну а пока свое мастерство здесь демонстрируют лишь строители. Они завершают возведение дополнительного пристроя к зданию и установку дополнительной несущей конструкции. В ближайшее время начнут монтировать крышу над сценой, которая, по проекту, будет крутящейся, что даст дополнительные возможности для постановщиков. Как идут работы, оценила глава Самары Елена Лапушкина. Ей показали, как будет облицовано здание и какие дизайнерские решения будут использованы внутри, а также монтаж систем отопления и водоснабжения. В здании уже установлено тепловое оборудование. Достаточно температурный режим достигнут для проведения работ по отделке. Ведется монтаж оборудования ИТП, насосной. Работает практически около 60 человек на сегодняшний день по всем фронтам. Отделочных, монтажных работ по инженерным системам, электрике, вентиляции. Продолжается реконструкция другого знакового объекта культурной жизни города – Дворец культуры имени Литвинова. Здесь глава города также пообщалась с подрядчиками и оценила текущие работы. Специалисты занимаются прогладкой инженерных сетей, слаботочных систем освещения и электроснабжения здания. Скоро строители приступят к монтажу вентиляционных систем. Сейчас монтируем вентустановки на чердаке здания. То есть там предусмотрены специальные разгрузочные площадки для вентоборудования, чтобы не перегружать перекрытия, не давать на них нагрузку. Также глава города ознакомилась с исходом работ по строительству нового центра спортивного притяжения в поселке Прибрежный. Здесь возводят физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальной площадкой, раздевалками и дополнительными спортивными залами на втором этаже. Здесь жители смогут заниматься командными видами спорта и посещать тренажерный зал. Но когда на улице будет благоприятная погода, то они смогут поддерживать свою физическую форму и гонять мяч на свежем воздухе. Территорию вокруг ФОКа, где и будут уличные спортивные площадки, начнут приводить в порядок, как только погода позволит проводить земляные работы. А вот на другом объекте погода не влияет на темп работ. Строители Самарского планетария заливают бетонное фундаментное основание нового здания. Напомним, планетарий станет частью музея Самара Космическая. Два его этажа будут подземными. Внутри здания собираются открыть звездный зал с 18-метровым куполом и зрительскими местами. Конференц-зал, кафе, студию для изучения космонавтики и астрономии. На крыше установят телескопы. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.